Друзья, всем привет! Сегодня подборка полезных самоделок и советов, которые пригодятся как в гараже, так и в мастерской. Так что присаживайтесь поудобнее, погнали! Для первой самоделки нам понадобится небольшой обрезок фанеры, от которого отпиливаем два куска по 2 см и два куска по 4,5 см. Ширина заготовок должна быть равна ширине тисков, которые у вас. Маленький отрезок склеиваю и скручиваю с большим, как на видео. С внутренней части делаю углубление 10-мм сверлом и вкладываю туда неодимовые магниты. Таких деталей нужно сделать две штуки. Получились накладки на губки тисков, с помощью которых можно не бояться повредить, например, резьбу на шпильках. Зажимать можно очень сильно и ничего не повредится. Накладки легко снимаются и убираются до момента, когда они пригодятся. Вот еще одна полезная самоделка из доски 50 на 100. У меня остались такие полутораметровые куски после строительства каркаса мастерской. Делаю разметку 75 см, то есть, по сути, буду пилить их пополам. Вообще, эта самоделка будет полезна во время стройки и ремонта, так как делается из подручных материалов и за несколько минут, но будет крайне полезна. Пилю по разметке, ведя лобзик по угольнику. Работаю сегодня вот таким аккумуляторным лобзиком Makita серии LXT. Мне очень он понравился, у него есть подсветка и удобная кнопка пуска, которая меняет скорость пилки в зависимости от нажатия на нее. Очень плавная и информативная. Так же, как у многих лобзиков, естественно, имеется переключатель маятникового хода пилки. Но самая главная фишка, это, конечно, то, что он аккумуляторный. Удобно брать в любое место и не заморачиваться насчет проводов. Я настолько привык к этому, что вижу в страшном сне эти провода. У Makita, кстати, огромная линейка инструмента, которая работает от этого 18-вольтового аккумулятора. Серия LXT насчитывает около 300 видов инструментов и аксессуаров. От шуруповерта и лобзика до куртки с подогревом и кофемашины. Заказывал лобзик, как всегда, в магазине Все Инструменты.ру. Как всегда, все на высоте. Заказал и буквально на следующий день забрал в магазине Все Инструменты, недалеко от дома. Магазинов и пунктов выдачи по всей стране очень много. Посмотрите, есть ли в вашем городе. Если есть, то смело заказывайте. Магазин давно советую, а с моим промокодом Советы10 вы получите скидку 10% на весь аккумуляторный инструмент Makita. Спилы получаются ровными и чистыми. После того, как сделали три доски по 75 см, скручиваем их как на видео, то есть в виде двутавра. Далее пилю еще четыре доски. Вообще все семь досок могут быть одного размера. И это 80 см, то есть как раз одной шестиметровой доски хватает на одно изделие. Но так как у меня были полутораметровые остатки, то в моем случае получается по 75 см. Далее прикручиваю эти доски к скрученным, под углом, уперевшись в доску, которую будем читать верхней. Вообще тут все легко и ошибиться просто невозможно. Тоже повторяем и с другими досками. Готово. Получились вот такие простейшие, но мощные козлики. Согласитесь, настройки такие очень полезны. Делаются из материала, который сейчас на стройке. Если строят вам, то такие козлики пригодятся в дальнейшем. Если вы строитель, то можете изготавливать такие снова на другом объекте. Их не надо с собой возить. Вот вам полезный совет. У кого стены из пеноблока? В отверстие в пеноблоке вставляем стяжку, сложив ее вдвое. Далее вкручиваем в отверстие со стяжкой саморез. Получается стяжка в стене. И с ее помощью легко закреплять провода по стене. Очень удобно и быстро. Держится очень крепко. При покраске детали с двух сторон возникает проблема. С покраской второй стороны пока не высохла первая. Есть простой выход. Берем 4 маленьких брусочка и вкручиваем посередине саморез. Теперь ставим эти бруски с саморезами острием вверх. И на них кладем деталь окрашенной стороной. И спокойно докрашиваем. Следов от саморезов не остается. Для следующей самоделки понадобятся вот такие или подобные уголки. А также поддон. Уголки прикручиваем к краям поддона. Далее ставим поддон на ребро уголками вниз. И пододвигаем к стене. Получаем вот такую удобную и простую стойку. Или подставку для инвентаря. Лопат, щеток, вилл, граблей и так далее. Друзья, вот такая подборка сегодня получилась. Если вам понравились эти простые самоделки и советы, то ставьте лайк и пишите комменты, что понравилось больше. Те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч.